Была построена лыжероллерная трасса в 2020 году. Лыжероллерная трасса – это второй этап благоустройства Березового парка в Кораблино. Общая стоимость работ больше 10 миллионов рублей. И почти вся сумма – деньги из федерального бюджета по федеральной программе создания комфортной городской среды. На первом этапе появились пешеходные дорожки, урны и скамейки. А также несколько площадок – детская, с тренажерами и место для воркаута. Но работы еще много. Достаточно большой, серьезный проект. Не каждый районный центр у нас может похвастаться таким проектом. Потому что стоимость его высока и много стоит сделать. Причем радует особенность, что до конца этого года. Встреча с кораблинцами прошла в этом самом Березовом парке. Самая острая тема – водоснабжение. Качество оставляет желать лучшего. Губернатор пообещал все исправить. Спросили его про проекты федеральные и региональные. Будут ли у них продолжения? Николай Любимов ответил утвердительно. В этом смысл, чтобы люди сами решали, что им нужно. А в программе у нас ограничений практически нет. Вот решили дорогу или участок дороги сделать – значит дорогу. Решили водоснабжением заняться – значит водоснабжением. Решили парк установить, ограду, кладбище. Но это очень часто, кстати. Бывает, люди голосуют за новую ограду, либо за то, чтобы поправить старую. За все, что угодно. Вот в этом как раз и есть смысл. Следующая точка маршрута – детская муниципальная школа. Открыли ее в далеком 64-м. Сейчас в ней обучаются больше 100 детей. В 2020-м в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» провели капитальный ремонт на сумму 16,5 миллионов рублей. Новые музыкальные инструменты, мультимедийный комплект в концертном зале – это только часть обновления музыкальной школы. Тут и новые полы, новенькая крыша, водоснабжение, отопление, свежие окна. Как говорит директор школы, дети довольны. Схожие изменения произошли и в Доме детского творчества. Когда две школы остались позади, можно сделать вывод, что федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» работает. Где-то года четыре назад о таком мечтать даже не приходилось, потому что все-таки культура финансировалась больше по остаточному принципу. Сейчас же по поручению президента реально делаются ремонты, строятся новые объекты. Это и домотворчество, это художественные школы и музеи. Недавнее самое поручение президента было как раз выделить регионам дополнительные средства на ремонт и строительство музеев, местных именно музеев. Не только крупных, но и местных музеев. Поэтому проект работает. Плюс ко всему появляются новые проекты, которые связаны так или иначе с туризмом. Это относится к прямой культуре. Главное не столько то, что проект работает, а тот факт, что он востребован людьми. Поэтому работа будет продолжена, добавил Николай Любимов. Сейчас Рязань вошла в большое золотое кольцо России. И это тоже большой стимул к развитию региона. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».